Депутаты и общественники сегодня отправились на проверку образовательных объектов, которые попали в программу ремонта в этом году. Активисты осмотрели школы, детские сады и дворовые клубы. В рейд отправилась и наша съемочная группа. 20-ю школу в микрорайоне Магнитка даже не узнать. Белый фасад, новые окна и забор. Здание 53-го года постройки, долгожданный капитальный ремонт. Это здание у нас в столовой непосредственно. Это здание старшей школы и средней школы учеников примерно 460. На ремонт школы из муниципального бюджета выделили почти 19 миллионов рублей. Оценить ход работ приехал депутат Первоуральской думы Юрий Жильцов. Интересуется, как ремонтируют кровлю. Просто все наши капремонты жилого фонда заканчиваются тем, что после этого кровля течет. Поэтому кровля здесь должен быть особый контроль. Внешние работы должны завершиться 15 августа, после чего Юрий Жильцов пообещал приехать вновь. Еще раз проверить, все ли выполнено, как того требует контракт. Школа – это особый объект. Здесь дети будут учиться. Здесь важна и безопасность, и определенные условия санитарии. Поэтому, конечно, депутатский контроль здесь очень важен над проведением этих работ. В этом году в Первоуральском округе отремонтируют пять школ. Кроме того, в порядок приведут детские сады и дворовые клубы. Деньги выделены колоссальные, поэтому контроль ведется как со стороны депутатов, так и со стороны общественности. Член специальной комиссии, активист Виталий Верт, отправился с ревизией в дворовый клуб «Орленок». Здесь ремонт закончили совсем недавно. Давайте я вам задам один сложный вопрос. Если здесь были до ремонта, что-то сейчас изменилось в лучшую сторону. Нравится вам, как это ремонтировали? В здании на улице Ваннера. Перестелили пол, поклеили новые яркие обои, сделали потолки и пластиковые окна. Виталий Верт интересуется, есть ли гарантия на выполненные работы. У нас договор с подрядчиком как состанавливает. Здесь есть гарантийные обязательства? Обязательные обязательства. В «Орленок» Верт обещал вернуться через полгода. Разговор с детьми сам о себе сказал. Дети улыбаются, детям все нравится. Это значит, что лучшие оценки, я думаю, что не может быть любой взрослый. Поэтому на сейчас полнота, качество ремонта оценивается как хорошо. В принципе, по прошествии какого-то времени, я думаю, что полгода будет видно. Председатель организации «Наследники Победы. Дети войны» Алифтина Нарваткина отправилась в дворовый клуб «Сталкер» на Комсомольской, 19. Активистов встретили яркие стены, новая мебель и довольные детвора, что целыми днями находятся в клубе. Ремонтированы все помещения, санузлы, раздевалки и непосредственные игровые помещения. В «Сталкере» есть кружки прикладного творчества, рисования, настольный теннис. Совместную деятельность дворовые клубы теперь будут вести с организацией «Наследники Победы. Дети войны». Когда мы проводим включение документов по безвести пропавших, по тем наградам, которые мы нашли, по тем подвигам, которые совершили герои на войне, ведь это очень важно для молодого поколения. То есть даже если внук или правнук знал о том, что награды были, а конкретно за что, мы хотим как раз рассказывать об этом. Всего в этом году в округе отремонтировали 7 дворовых клубов. На эти цели было потрачено 8 миллионов рублей. Общественники и депутаты и впредь будут проверять качество выполненных работ. Евгения Чарсова, Вадим Шолохов, Служба народных новостей.